В эфире видео-версия радиопрограммы «Дежурный по городу». Она, напомню, выходит на радио «Ареспобуднем» с 10 до 16 часов. Здравствуйте, с вами Лариса Ковалева. И об итогах сегодняшнего дежурства. В Благовещенском районе прошел 23-й республиканский слёт конкурс юных экологов и лесоводов. В этом году его участниками стали 23 команды, в состав которых вошли 100 учащихся, победители муниципальных этапов, а также заочного этапа слёта. В их числе кумертауские школьники. Юные лесоводы прошли теоретический тур и провели экологические исследования на заданных природных объектах. В результате кумертауская школа номер 6 заняла второе место среди команд лесничеств. Победители награждены памятными подарками команды-дипломами. Далее, что касается происшествий. В Кумертау приостановлена работа строительной компании, которая незаконно наняла мигрантов. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, пишет сетевое издание «Стерлиград». Правоохранители выяснили, что в фирме по производству шлакоблоков работали трое граждан Узбекистана без соответствующего разрешения миграционной службы. Узбеки трудились в гаражном боксе и жили в смежном с ними комнате. Суд приостановил деятельность строительной компании на 45 суток. Как отмечается, после прокурорской проверки коммерческая фирма прекратила трудовые отношения с мигрантами. За прошедшие сутки в дежурную часть отдела МВД по городу Кумертау поступило 43 заявления. Из них 15 криминального характера. В медицинские учреждения обратились 8 жителей нашего города. Сотрудниками ГИБДД выявлено 27 фактов нарушения правил дорожного движения. Произошло одно ДТП с механическими повреждениями. С вами была я, Лариса Ковалева. На день сегодняшний все. Увидимся уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова